АДАТФ, Турция, Патриот или С-400. Имеет ли смысл покупать обе системы? Не же АТСЛИН. АДАТФ.ЧОНЬ, Турция. 15 января 2019 года. В своей первой статье на эту тему я обратил внимание на следующие моменты. Системы противовоздушной обороны, предназначенные для защиты от баллистических ракет, являются стратегическими вооружениями. Эти вооружения способны влиять на существующие геостратегические балансы и менять их. Приобретение систем противовоздушной обороны может дать ориентиры относительно того, к какому геополитическому центру силы покупающая их страна ближе. У Турции до сих пор нет системы противовоздушной обороны большой дальности для защиты от баллистических ракет. Эта ситуация представляет собой серьезный пробел в системе безопасности. США желают препятствовать попыткам Турции приобрести систему противовоздушной обороны С-400 у России и с этой целью желают продать Турции систему Патриот. Патриот. В тех противоречивых условиях, в которых мы находимся, США под влиянием оставшихся со времен Холодной войны привычек хранят на базе Инджирлик модернизированные ядерные вооружения, причем мы не знаем, против кого их могут использовать. В Кюриджике эксплуатируют радиолокационную станцию раннего предупреждения о пусках баллистических ракет, которые могут быть направлены с востока или севера. Открыто поддерживают рабочую партию Курдистана. Отряды народной самообороны, которых Турция считает угрозой своей безопасности, пытаются препятствовать покупке Турции системы противовоздушной обороны С-400 у России. С этой целью используют в качестве козыря проекта F-35, F-35, и хотят продать свою систему Патриот вместо российской системы С-400. В этих условиях у Турции есть три варианта действий, купить российскую систему С-400, купить американскую систему Патриот или купить обе системы. Турция должна сделать рациональный выбор. Военные интеллектуалы тоже должны поделиться своими взглядами прежде чем сделать окончательный выбор в вопросе приобретения системы противовоздушной обороны. Необходимо найти ответы на следующие вопросы. Какие геополитические события ожидаются в нашем регионе в ближайшие 5, 10, 30, 50 лет? Какие из окружающих нас стран уже обладают баллистическими ракетами? Какие страны смогут обладать этим потенциалом в дальнейшем? Какие страны могут представлять потенциальную угрозу? Одинаково ли восприятие угрозы нападения с применением баллистических ракет у НАТО, США и Турции? Каковы приоритеты Турции в формировании представления об угрозе нападения с применением баллистических ракет? Приобретенная система будет обеспечивать исключительно потребности национальной безопасности или же будет частью интегрированной системы обороны НАТО? Каковы особенности российских и американских системы С-400 и Патриот? Какая система лучше? Очевидно, российская система С-400 превосходит американскую систему Патриот по таким особенностям, как способность поражать баллистические цели и боевые самолеты, радиус действия радара, дальность поражения целей, Какая страна вместе с продажей своей системы вооружения согласится на передачу технологий и локализацию производства? Какая система более выгодна с точки зрения анализа цены и эффективности? Как отказ от покупки С-400 под давлением США может повлиять на турецко-российские отношения и совместные стратегические проекты двух стран? Возможно ли использование американской системы Патриот, в случае если угроза будет исходить от какой-нибудь страны, члены НАТО? Какая система больше подходит с точки зрения балансов в Эгейском море, учитывая греческую систему противовоздушной обороны здесь? Есть ли потребность в покупке американской и российской систем? Необходимость ли это, или же это поиск политического баланса? Вопрос о покупке данных систем вооружения, которые обойдутся Турцией в миллиарды долларов, должен занимать важное место в повестке дня страны. Оппозиционные партии тоже должны быть заинтересованы в выборе рационального варианта, должны быть включены в этот процесс и показать свои предпочтения, мотивы. Наряду с политическими партиями своими взглядами на эту тему должны поделиться настоящие эксперты и военные интеллектуалы. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.